Мы возвращаемся в эфир, да, Бэйн появляется у Роксов, Рубик у Доги Тим. Естественно, это повтор, почему я так вот всё угадываю. Ну, ладно, это... Хотя, что я тут угадал? Угадал я пока только Рубицка. Нет, угадал ещё Шедоу Демона. Ну, Бэтрайдер у нас тоже тут появился. По сути у нас что остаётся? Остаётся у нас ещё один суппорт для команды Рокс. Кто бы это мог быть? Пока не ясно, потому что пока, как обычно, у Роксов терпильный набор персонажей. Ну, не то чтобы набор, да, вот они все вместе выглядят весьма-весьма терпильно. Потом, когда... Не вместе, а кусочками, да, по линиям. То есть инвокер на своей линии в соло там вряд ли что-то сможет сделать. Луна, естественно, пассивный персонаж, Бэтрайдер тоже сложный, Бэтрайдер там терпила. И вот, по сути, всё должно упираться в суппортов. То есть если суппорты смогут помочь проявлять агрессию, вот если к Бэйну добрать кого-нибудь серьёзного, а кто может быть серьёзный? У нас ещё Винга осталась в тренде, да, из последних новомодных введений. Кто у нас там ещё из таких интересных-интересных суппортов? Не знаю, Вич-Доктор, может быть, какой-нибудь-то. Вроде бы Хилл подрезан. Ну, может быть, это лесной будет герой какой-то Чен. Тогда это всё станет ещё в разы пассивнее. И, ну, Дазла, видимо, забанили сейчас у нас Доги Тим, точно, я совсем забыл про Дазла. Так вот, появится какой-нибудь Чен там или ещё что-то в этом духе, и всё, пиши пропало. Потому что это будет, возможно, будет суперпассивность. Ну, зная игровой стиль Габлака, он любит играть от Диффенса. И мы видели, к чему приводила такая игра на лан-финалах тут у нас на Старладере. Ну, а Доги Тим при должном исполнении могут очень-очень сильно нагибать уже с первого уровня. Вот, без привлечения. На первом уровне можно делать совершенно спокойно ФБшечки, Секонд-Бшечки и много вообще чего интересного. Такс. Говорят, всё ок было. Ну, если всё было ок, значит, всё и останется ок. Не, я просто сегодня наблюдаю тоже целый день спайки на Твиче. Видимо, проблемы у них какие-то с серверами. Я просто поменял сервер. И всё, по сути, ничего не изменилось. Аутуэрл Дваурер появляется у Доги Тим. Хорошо. Дваурер, так Дваурер. Так, ну что у нас тогда получается? Дваурер в миде, Кентавр, возможно, в лёгкой и, возможно, Трипла будет сложной. Потому что Трипла очень-очень боевая. У Луны будет очень мало шансов на выживание. У Луны будет нереально мало шансов на выживание, если не доберут сейчас нормального суппорта, который сможет воевать. Не знаю, сейчас Котла какого-нибудь возьмут. Знаю я этих... Роксов. 40 секунд всего остаётся. Подзадумался БЗЗ. Да, по поводу смены пикера. Были претензии определённого рода к команде Рокс во время лан-финала. Именно в связи с интересным, скажем так, игровым стилем. Что не было никакого контроля. Я имею в виду моя любимая фраза. Где же ваши станы? Да, почему нет станов? Фаник меня очень жёстко тралил по поводу моей любви к станам. Но мы знаем, как Фаник закончил старсерию. Примерно по этой же причине. У противника стана было более чем у него. Так вот, и пикера поменяли. Немного изменился настрой. Общий, игровой. Видимо, нету теперь уж сильно терпильных персонажей. Вроде можно даже цеплять такими вот бейновизджами. Так. О, вот, всё. Отлично. Поехали. Команда Рокскиз. Соло на луне. Габлак будет играть у нас на бейне. Бзз инвокер. Йол на визидже. И на Бэтрайдере у нас отправляется Сидой в свою сложную линию. Ну и команда Дог. Пайкат на Патме. Пас. Ancient Parish. Мизери. Рубик. МСС на Кентаври. И Фата играет на Outworld Devourer. Такой лютый фейс у Дваурера. Ну и вот такой агрессивный забег мы видим сейчас в исполнении Догов. Кстати, они могут найти. Могут найти визажа. Могут кого-то найти. У Фаты Астрал уже вкачен. Ну естественно, он ему и так на линии бы пригодился. А тут еще и шанс кого-то зацепить. Дать лишних там. Ну хотя на первом уровне Астрал одну секунду длится. Не так уж и много. Если бы Рубик шел первым, конечно было бы получше. Все-таки 2,5 секунды получше, чем одна. Разбегаются обратно по линиям. Тут у нас будет стоять дабла в миде. Луна плюс Бэйн. Или даже трипла в миде с Йолом. Это вообще грязь какая-то. Да ладно, ладно, ладно. Я все видел. Я знаю, что у меня сеточка. Я всего полторы минуты это комментировал. Не надо мне тут говорить, что я забыл ее выключить. Я все прекрасно контролировал. Ну я думаю, вы поняли, кто у нас в таком играет. Поехали. Фата в миде против пока что даблы. Визаж у нас улетел обратно на топ. Мизери стоит на топе. В составе триплы с пайкатом и пасом. Как мы и предполагали изначально. Кентавр на изи лейне против Бэтрайдера. Ну такое. Что-то непонятное на самом деле. Кентавр против Бэтрайдера. Кому же будет хуже, кому лучше. Сейчас мы видим, что Габлак уже начинает воевать против Фата. У Габлака не так много и Аджора, кстати. Габлак пока еще ничего не качал. Пошел Брейнсап. Ну и Соло был пока только первый уровень. С Аурой Фата уже потратил хилинг селф. Ну и давайте посмотрим, что у нас происходит на топе. На топе у нас стоит БЗЗ. Вот я говорил по поводу того, что фарма не будут вообще давать на топе ребята с триплой из команды ДОК. И, видимо, там Габлак или БЗЗ тоже прекрасно поняли. Решили поставить луну в миддл, где она будет себя чувствовать немного фривольнее за счет того, что стоит она с товарищем Бэйном. У Фата до сих пор не было добит ни одного крипа. Вот сейчас он уже двоих целых забрал. В это время 7-1 у Соло крипстат. Так, ну и МСС против Бэтрайдера. Конечно, Кентавр такой товарищ и сам по себе не слишком поворотливый. Плюс еще под стаками вообще не очень приятно воевать. Что тут у нас у инвокера? У инвокера 1-0. Да, видим, разблочили спаун парня из Рокскиз. Ну и вообще, если посмотреть по крипстатам, что мы имеем? Мы имеем хорошо фармящую патму у команды ДОК. Имеем хорошо фармящую луну у команды Рокскиз. Позиции у них разные. Ну, крипстат у них там примерно одинаковые, да. И тут у нас мидер очень сильно терпит. И тут у нас теоретически мидер терпит еще больше. Потому что, обратите внимание, инвокер 3-я минута, 1-й уровень. Он не получил опыта ни за одного крипа в принципе. Вот сейчас он добьет этого кобальта или не добьет. Получает 41 опыта. Отличненько. И будем сейчас пытаться еще сюда увести. Да, уж в АЗЗ были не самые лучшие деньки. Но вот инвокер без левела это вообще катастрофа. Потому что герой сам по себе очень сильно зависящий от своих способностей, естественно. О, сейчас, секунду. Прошу прощения, да. Нет, немножко чихнул. У нас тут Йола поднимают. Йола расстреливают. И Йола ферст блогирует. Так вот, инвокер сам по себе, да. Герой, которого ставят в мидл неспроста. Он мало того, что просто хорошо стоит в центральной линии. Из-за того, что неплохая анимация атаки, хороший урон. Плюс он очень сильно зависит от своих способностей. И... За счет этого нужно ему давать тот самый уровень. Примерно такая же ситуация и с паком. Но вот пак, он все-таки побезопаснее может стоять на линии, чем инвокер. За счет арбы, за счет фейсшифта. Чуть сложнее его поймать. А тут инвокер сейчас будет с маленьким левелом. Без скиллов. А его будут убивать вот этой триплой. Причем наступит тот момент, когда ребята из док просто залетят всей своей толпой. Причем пофиг под первую вышку, под вторую вышку. И будут забирать этого инвокера. Так. Я еще вот так умею делать. Ох уж эти стримы. И... Да ладно, не долетает тычка до сентри варда. Действительно, не долетает последняя подача от БЗЗ. В результате продолжается здесь блокинг спауна. Прекрасно понимают Роксы, где находится этот вард. Но для того, чтобы разбить, нужно купить еще какие-то сентрюлечки. Да, беда, беда. У нас в это время здесь битрайдер неплохо поднапряг кентавра. Кентавр был вынужден потратить хилинг селф. И мизери перетянулся. Хорошо. Теперь у нас получается дабла на дабл. У нас выходит Ancient Apparition вместе с Подмой против Визиджа и Инвокера. Был бы тут Рубик, вообще вопросов никаких бы не возникало. Сразу киллыч Инвокера или Визиджа. И вопросов действительно никаких быть не могло. Но даблан даблу уже можно как-то там бодаться, воевать. Так, Соло у нас играет через Мидас. Такое интересное решение. Ну не могу сказать, что оно плохое, потому что по фарму Соло и так впереди планеты всей. И сейчас, учитывая то, что его никто не напрягает, никто не приходит гонгать, убивать, купит он себе Мидас, потом какой-нибудь Доминатор и начнет, ну точнее он уже и с Мидасом начнет неплохо фармить, просто с Доминатором еще стака теньшентов и все такое. Кстати, интересно Седой. Ну Седой не занимается стака ни меньшентов, да, у него есть задачи поважнее. Тут Бэтрайдер как-никак. Можно полетать, пофармить. Можно Рубика пофармить, например. Ну вот Рубик чем дольше ждет, тем больше у него проблем на самом деле, потому что, мало того, что назад он не откинул Бэтрайдера, так плюс еще Мизери вот просто погибает. Это была чрезвычайно глупая смерть. После первого стака нужно было уже сразу действовать, потому что дальше ты не развернешься для того, чтобы скастовать что-то. У нас тут Миди атака на Габлака. У Фаты нету шестого уровня. Просто-напросто нету шестого уровня у Фаты. Так, ах, мисс слоу-граунда. Но этот, эта подача все равно бы не добила Габлака. Да, Фат у нас продолжает здесь баковать. Ну, был бы шестой, конечно, я думаю, без вариков Бэйн рассыпался. Хотя, нет, почему без вариков? Разница в интеллекте не такая уж и большая. Ну, тут у нас... Ну, такое-такое. Какой там трэш-холд? А, 10. 10, 30, 50. Ну, тогда да. Тогда бы... Убила. Убила бы Габлака, скорее всего. 100 демэджа бы ему точно нанесло. Так вот. Что там у нас на этой дабле происходит? На дабле у нас стоит Патма с шестью сотнями на руках, с Фейзами Базилой. Против инвокера, который уже начинает добивать потихоньку крипов. Он уже начинает зарабатывать уровень. Он уже почти догнал Патму. Ну, вот, собственно говоря, и все гнобление в начале игры закончилось. Да, Мизери что-то на себя помигал. Мол, посмотри, какой я крутой. Вот уже вызвал Форгида, БЗЗ. Форгидам очень удобно прикрываться от стрел. Если грамотно все делать, грамотно расконтроливать этих самых Форгидов. Ну, или хотя бы одного. С одним тоже можно. Пошла у нас ультат Кентавра. Я так понимаю, это на кого у нас нападение. Нападение у нас на Топина Йола. Стрелы от Пайката не было. И непонятно вообще, будет она или нет. Просто с руки. Просто с руки забирает сейчас Йола. 2-1. Выходит команда Дог вперед. Немножко совсем. Ну, и Соло стоит по-прежнему против Фаты. Фата. Сейчас будет еще один Астрал. У Солочек, кстати, мана уже очень-очень мало. Да, у него 63 монопол. На ульту нету, безусловно. И это проблема. Тут 8 интеллекта уже ворует. Чертяга. Ну вот, очередная нычка. Подходит Кентавр. Нету таймингового стана. Немного не успевает. По сути, Габлак! Зачем же ты так подставился? Артур. Артур здесь оплошал. Действительно, не стоило останавливаться ему. Надо было просто убегать. На ноге. У нас нападение на БЗЗ. БЗЗ отлично подтягивает. Стрела забирает у нас Форгида. Ну, а БЗЗ сам убегает. 270 хп. Да, ему бы 270 хп, возможно, и снесли. Ну, там стрела, стан, все такое. Угу. У нас там в чате какая-то вакханалия происходит. Просто жесть. Зайдите, почитайте, посмотрите. Че к чему? Так, мне тут уже начали рассказывать про пики. То, что я не убрал решеточку. Я знаю, что я ее не убрал. Я ее специально не убираю. Надо же как-то отмазываться, ей-богу. Ну и поехал очередной Форгет. Этого, кстати, можно было бы даже забрать и попытаться атаковать самого БЗЗ. Новый бы в кулдауне все равно был. Прикрыться было бы уже нечем. Фата продолжает астралить. Вторая аура. Ну и более-менее тихо. Габлак пока особой активности не то чтобы не проявлял. Да, мы видели, что он постоянно где-то принимал участие в каких-то замесах. Ульта от Солыча. Фату забирают. Ульта там много и в крипов ушло. Но суть не в этом. Суть в том, что забрали два аура без каких-то там проблем. Бэтрайдер реализует свой даггер. Не ожидали появления стандартного таймингового даггера на 10 минуте ребята из команды ДОК. Ну или возможно они считают, что легче отдать фраг. Ну возможно так и есть, что легче отдать фраг, чем стоять бояться постоянно. Потому что этот Бэтрайдер на кого-то залетит. Ну с другой стороны Бэтрайдер сейчас зарабатывает денежку. Сам улетает спокойно в чужие леса и начинает тут делать дабл спауны. Тут конечно ничего не подфармит, но тут еще можно что-то подфармить. И в миде у нас сейчас будет заварушка. Скорее всего стрела. Не тайминговая. Косячит, косячит ДОГи. Но габлаку это не помогает. Тут четверо рейнджовых героев в миде. И один кентавр еще только милишный. Но кентавр пока с ботома не уходил. Ну что, будут ли пушить мид? Или отправиться гангать кого-то еще? Ребята из тюндок. Фатма, мы видим, уже убежала на верхнюю линию. У инвокера также появляется мидос. Вот преимущество по мидосам уже есть. Небольшое. У команды Рокскиз. И естественно, как все прекрасно понимают, со временем оно даст свои плоды. Это мидосирование. Ну сейчас прошло у нас уже почти 11 минут. Давайте посмотрим на графики. На графиках мы видим, что нулевая разница по деньгам. По опыту чуть-чуть впереди совсем Роксы. Такое. Пока действительно еще толком ничего интересного не происходило. Тут залетают, ловят Фату. Тут уже Рубик. Пошла ульта кентавра. Фата бы из себя, наверное, лучше спрятал. Хотя нет, мы видим тут бочечка. Стрелы, санстрайк неточный. Стрела также пролетает мимо. Мизери пробивает. У Мизери очень серьезные проблемы. Но Деваурер заходит. И отличная ультимативная способность. Пайкат уходит. Даблкил от Патмы. И все, все битые сейчас парни из команды Док. Но они живые. А вот у Роксов вдвое скончалось игроков. И Солыч тоже еле живой. Сейчас стоит на ботами. Как раз Солыча забирать тут по большому счету и некому. Хотя есть же Ancient Operation, у которого сейчас через 7 секунд появится ульта. Который будет ультить. У Сола... Да, вот, помигали, помигали сейчас на Соло. Соло сейчас будет делать телепорт. Но надо закидывать... А у него 10 секунд кулдауна. Ооо, как все может случиться очень плохо. Как все может очень плохо сейчас закончиться для Солыча, если он сейчас прям сделает телепорт на базу. Нет, он не делает телепорт на базу. Он ждет ульты под фонтан. Понимает, что только что ульт залетел. И отправляется на базу пешком. Да, спрашивают, что тут за шум. Откуда аплодисменты. У нас тут проходят сейчас ланы по Counter-Strike Global Offensive. Так что приходите, посмотрите. Там сейчас играют Na'Vi и кто-то еще. Не помню, кто. У нас атака на БЗЗ. Стан, Старшторм. Ой-ой-ой-ой, как же больно здесь инлокеру. Ну вот мы видим, что такие активные персонажи с хорошей инициирующей составляющей, они с каждым днем пользуются все больше и больше популярностью. Но возможно это просто какой-то тренд недавних пор. У нас вот на Старладре, на финалах Старсерии четко этот тренд просматривался. Там всякие Invictus Gaming. Да и не только Invictus Gaming. ДК тоже раскатывали как детей. ДК в принципе на любых пиках там всех как детей раскатали. Но все же, я думаю, вы понимаете о чем идет речь. О том, что вот такие активные пики с кентаврами, с потмами, рубиками, которые даже на ранних лвелах способны воевать, они становятся чуть более актуальны. Ну и опять же комбо-брейкинг. Комбо-брейкинг тоже некоторые команды, в частности Team Empire, выводят на совершенно новый уровень. Показывает, что комбинации по-прежнему можно делать. Что БКБ это не панацея. БКБ можно не успеть нажать. И можно отъехать даже с 10-секундным БКБ непрокликанным. Ну вот мы видим Мизери в Смоуке. Сейчас с него Смоук слетает. Мизери поднимает Инвокера. Залетает ульта аппарата. Очень быстро убивает Инвокера. Правда, также быстро забирают и Фату. Солыча будут ловить. Да, Double H залетает. Минус Соло. Тут прыгает Седой. Седой, скорее всего, заберет кентавра. Да, ну а дальше-то что? Дальше это получается размен 2 в 2. Дваурор кентавр на Инвокер и Луна. Луна... Ну, Патма при всем при этом живет. Вот Патма уже собрала себе барабаны. И сейчас чуть быстрее станет команда ДОК. Ну, это у меня на фоне там веселуха продолжается. Ох! У БЗЗ-то пролетело совсем рядышком. Санстрайк! Отличное исполнение. Просто офигительно все сделали ребята из Рокс. И Рубик тут поплатился за свою дерзость. Что-то он там даже красть пытался. Ну, вот прыжок у нас еще и на Патму. Ловят Пайката. Сразу же идет телепорт от Рубика после Байбэка. И Рубика тоже будут убивать. Надо отменять ТП. Да, он отменяет телепорт. Драки не будет. И сразу же опс-центрик от команды Рокс Кейс. Неужели они решили повоевать, что ли? Или поиграть в нормальную дотку? Ну, сейчас видно, что они действительно хотят, даже если не хотят драться, то отвечают на какие-то слишком дерзкие выпады противника. Это очень-очень хорошо. Потому что до этого действительно наблюдали мы какого-то абадона, хиляющего Нейчерс Профита против вражеской триплея. Это выглядело крайне глупо. Так у нас там Люсен Бим Мизери украл. Ой-ой-ой-ой-ой! Агрессор там Мизери! Крипа-то за что? Так, Фата тут тоже с Мидосом. 1200 золота. Будет это Мека или Форстаф? Пауэр Трэдс, окей. Врыв очередной на БЗЗ. БЗЗ убивают. Ну и Габлак теперь встреет. Да, через 8-9. Ну, Габлаку убежать просто некуда. Слишком далеко он находится от вышки. Много дамаги. Немного не скооперировались ребята из ДОК. Там Кентавра бы, по сути, одного хватило. Но Фата, видимо, не захотел дожидаться врыва Кентавра. Боялся, что тот не успеет. И в миде у нас идет отверточка. В миде у нас ловят Рубика. Рубик это не самое страшное, что может быть. Бэтрайдер, по сути, красавчик, что смог забрать этого самого Рубика. Но Рубик это не главная проблема, которая есть сейчас у команды Рокс Хист. Главная проблема это вот всякие потма-двауреры. И вообще вот эта связка очень мощная с Ауэстаном. С Ауэдэмэджем большим количеством Ауэдэмэджа. Бэтрайдер уже есть все, что ему необходимо. Есть даггер, есть фурстав. То есть от него больше ожидать практически нечего. Он там периодически будет врываться. По-моему, есть течение кулдауна на лассо. И кого-то убивать. То есть от него, думаю, вряд ли мы увидим что-то супер крутое. Хотя всякое бывает. Давайте посмотрим, что там по деньгам. По деньгам у нас пациент жив. По графикам, как мы видим. По опыту немного впереди Роксы. По деньгам впереди чуть-чуть были Доги. У них преимущество опять же по фрагам. Перевес в одну вышку. И возможно скоро перевес станет еще больше. Заберут они остатки тир-1 Таура на миде. Ну, конечно, Аура Деваура в таких ситуациях очень жесткая штука. Особенно всякие рубики, которые очень много кастуют. Ловят у нас Фату. Точнее пытаются поймать, но очень жестко поднимают Седова. Седой у нас выезжает на форстафе. Ульта от Луны. Ульта от Луны заходит. Прям вся в аппарата. Хорошая тайминговая стрела. Но стрела первого уровня. Не, не первого. Четвертого уровня. У Пайката стрела. А, почему тогда Солыч там дэмэджу не получил? Или может получил? Это я и не заметил. Старшторм. Кентавр. Дабл Эдж. И до свидания. Просто Рубик. Патма. Кентавр. Три моментальных фрага. Минус визидж. Луна. И Бэтрайдер. Также забирают инвокера. И вот так вот. Неожиданно. За полторы секунды. Команда Рукскиз теряет четверых игроков. Вау. Просто вау. Этот врыв от Кентавра. Мы уже обсуждали подобные врывы. Если кто помнит. На ландфиналах Стар Сирии у нас вот здесь была драка ДК против Эмпайр. Кажется. Вот на этой точке. И сюда влетел Кентавр. Застанил троих или четверых. И дал Дабл Эдж по всем. И получилась беда, беда, беда. Да, ну и теперь уже вырывается серьезно вперед по фрагам Доги. Что там у них по артефактам? По артефактам видим БКБ скоро появится у Дваурера. Там рецепта одного не хватает. Ну и Пашкат. Пайкат, Пашкат. Назвать его как угодно. Стоит, караулит. Понимает, что если сейчас кто-то сбежит в лес. Ага. Решили пойти Габлака принять или что? Тут Вижена нету на хайграунде у Раксов. Они в принципе не знают, где находятся Патма и Кентавр. Но я думаю, они могут догадываться теоретически. Так, ну и Рубицк. Пошли у нас телепорты. Будут ловить Солоча. Солоча поймали. Солоча роняют. Солоч пытается убежать. Минус Солоч. Минус Седой. Ну, без вариантов. Опять даблкил. Я имею ввиду, что два фрага делает команда Дог. 17-8 становится счет. И Майл Штром у Мираны. Пайкат становится чуть-чуть сильнее. Ну и что мы имеем? Мы имеем Бейна, у которого вроде даже с левелом проблемы с собой нету. Он уже скоро 11-й будет. Это хорошо. Некрачи появляются у Минвокера. Мне кажется, абсолютно бесполезный артефакт в данных обстоятельствах. Вот абсолютно бесполезный артефакт. Что будут делать здесь Некра, я немного не понимаю. Ну вот, Габлак. Оунич. Доги сейчас как детей раскатывают. Мне это даже напоминает матч с командой ДК. Вот примерно с таким же набором героев они воевали. Только там Шеду Демон был вместо Рубика. Там все тоже очень быстро заканчивалось. Но напоминаю, друзья, что это Бестов 3 серия. Что независимо от того, кто здесь победит на этой карте, мы еще как минимум одну с вами посмотрим. Возможно, даже две каточки. Пошла у нас ульта Кентавра. Бэтрайдер упрыгнул. И атака захлебнулась у команды Дог. Там Рубик, кстати, уже со Ставфом, который в Визере дри. И будет он что, аганим собирать? Или это Форстаф? Ну, Форстаф, скорее всего, да. Да, Форстаф едет к Мизери. Ароу. Немного не точно. Ну, там вслепую закидывалась стрела. Так что претендовать на какое-то пятибалльное попадание, это было бы, конечно, круто, но... Нагловато было с нашей с вами стороны, дорогие зрители. Требовать такой феноменальной точности от Пайката. Ну, я думаю, сейчас, как только прилетит БКБ к Двауреру, мы и увидим массовый замес. Пять на пять, который, возможно, станет последним, если он слишком легко уйдет в актив команд. Дог, прошу прощения. Ульта аппарата полетела на нижнюю линию. Тут у нас бьют уже Рошана, ребята. Причем весьма активно они этим занимаются. Прочекать можно стрелой. Подмы. Подмы маны, кстати, маловато, но на стрелу хватит. Там падает Рошан. Там падает Рошан. Тут пока Доги думают, что они все делают правильно, там их фидят птицами. Они профукали Рошана. Прыгает Бэтрайдер, хватает Фату. А остальные-то члены команды далеко. Но а смысл прыгать? Так был Бэтрайдеру очень глупо. Сейчас погибнут здесь все члены команды Рокскиз. Просто поголовно всех изничтожают сейчас Доги. Это все было абсолютно понятно. И без вообще драки. До начала драки исход ее был предопределен. Из такой позиции нападать на вот этих вот супер мощных типов Бэтрайдеру, который на... Тут клиф, тут очень много надо было оббегать вот так команде Рокс. В то время как Бэтрайдер просто прыгнул и надеялся, что его команда успеет. Ни хрена бы они не успели. И как бы они сильно не старались, они бы не успели убить Деваврера. И Доги 0 в 6 просто разносят сейчас Роксов. И я думаю, по деньгам они уже совсем скоро станут на 1010 впереди. Так, будут ли заходить на хайграунд сейчас Доги? Или подождут, скорее всего. Подождут ульты Кентавра, но до нее там осталось 3 секунды. То есть она уже практически готова. Улетает у нас Деваврера дальше фармить. 2000 у него есть. А, кстати, что там было в Курьере? В Курьере были стики. Ничего интересного. В принципе, было в Курьере этот супер-пупер-легендарный Шакбарк. Блин, надо будет Сайбаркмэй тоже намошнить. Бэтрайдер потрясающий форстаф. Прям в лапы команде Дог. Просто заехал к ним на чай. Ну и чаем его напоили по полной. И не только чаем. Я там слышу, как кричат наши каэсеры. Тоже хочется уже посмотреть. Если кто сегодня не смотрел матч НИП против Virtus.pro, против поляков. Очень вам советую посмотреть последнюю карту. Это было что-то с чем-то. Чуть-чуть-чуть. Не получилось. Ладно. У нас тут Аганим появляется у Эншента Паришина. А это значит что? Правильно. Что и без того бесперспективные драки будут заканчиваться еще быстрее. Пошла у нас пауза от Догов. Ну, не знаю, может быть какие-то проблемы со скайпом. Перезвон, недозвон. Или еще какая-нибудь фигня. И Соло формирует. Мьелнер. Тем временем уже у Патмы. Ну, Доги не знаю, чего они затягивают. У них действительно уже по деньгам 7500 преимуществ. По опыту столько же. Да, прошу прощения, если я быстро переключил. Вот вы можете сейчас насладиться этими графиками по полной. И по артефактам. Что, ждать Хекс? Ну, не думаю, что это уместные вещи. Хекс, в принципе, всегда уместен. Я не думаю, что ждать такое количество времени большое. Имеет смысл. Какой-то. Пайкат уже тоже все имеет ему необходимое. Хочет себе дособирать БКБ. Но до БКБ тоже далеко. В общем, если они сейчас будут ждать Хекс и БКБ, то... А, они, скорее всего, ждут Мекку. 100 золота в Мизери не хватает. Появится Меканзм с Пайпом. Да, вот, уже закупил смоук себе Кентавра. Мизери сейчас пойти где-то просто одного крипа щелкнуть фейдволтом. И купить себе Мекку. И пойдут драться тогда Доги. 100%. Так, пока там читаю в чатике, что у нас происходит. Человек жалуется на FPS 60. Ну, блин, это все вертикальная синхронизация. Я уверен, тебе уже это говорили. Но порой, если в настройках видеокарты отключаю вертикальную синхронизацию. Если хочешь FPS больше, чем 60. Ну, там, перезапустить игру, перезапустить там... Комп, возможно, даже понадобится иногда. Если там что-то по-дебильному включится или переключится. Но это как бы и есть та самая главная проблема. В другом она вряд ли заключается. Ладно, это была минутка тех-супорта от Каспера. Ну, а у нас тут смоук от TeamDog. Забегает, забегает у нас мистер Кентавр. Роксы заняли позиции. Мы видим, где вот БЗЗ у нас тусуется. На базу улетел. Бэтрайдер летает во вражеских лесах. Это действительно сейчас самое безопасное место. Потому что свои леса полностью оккупированы у команды Рокс. Солочи на нижней линии пока. С Момчиком подпушивает вышку. Он понимает, что все находятся на топе. Что к нему, если и прилетит что-то, то это будет только ульта аппарата. Которая вряд ли хватит для того, чтобы убить его. Не, ну вот так вот вышку его пару раз ударила. Я бы на месте Солочи уже заволновался. Угу. Да, вроде не больно. Но драться Луна не сможет. Еще очень-очень долго. А тут ребят заходят на хайграунд. Да, и Соло не будет в драке. Он еще секунд 10 его не будет. А то и 20. За это время потихонечку начинают харассить. Ну тут птицы посадили. Птицы сейчас, скорее всего, отдаст визаж. Новые у него тоже есть. Восьмой левел, кстати, всего лишь визаж. Просто провал. 30 минут. Восьмой уровень. Ну почти 30 минут. Давайте включим левел А. Да, 11-й уже Бэйн. 11-й аппарат. 12-й инвокер Рубик. 17-я Луна. Ну понятно, Мидос и всю игру фармит у нас товарищ БЗЗ. Точнее БЗЗ, точнее Соло. Прошу прощения, у Соло появился Кристаллис. Вот такие вот экстренные меры принимает игрок Команды Рокс. Шадоу Стейкас. Соло успевает прожать БКБ и убегает. Но это что говорит? Правильно о чем? О том, что это будет минус БКБ у Луны и это минус визаж. И птиц сейчас точно уже заберут. Гем еще так же выпал. Да, забирает пас Гем. Ну и чего булки мнут? А, видимо хотят дождаться Рошана. Вот в чем дело. Соло! Мастер Мансинга! Реально круто размансил и благодаря этому он уходит. Потому что телепорта у него нет, БКБ нет. Это был бы просто смертный приговор для него. Так, да, Ганима визажу еще вроде далековато. Или у него в курьере что-то лежит? Нет, в курьере нету ничего. О-о-о, Йола. Габлак. Тапок тысячи золота. Ну вот сейчас поднимают, где находится визаж. Ребята из команды ДОК. Но у них есть более приоритетная цель. И это Бэтрайдер. Поднимают Бэтрайдера. Стан. Дабл Эдж. Ульта аппарата. Домой. Седой. И еще Флеймбрейк ворует у нас Мизери. Ну нормально что. 300 дамажа. Неплохой такой прокаст получается. У Рубана. У Рубан. Рубицк. Да, Ирошан у нас скоро когда-то должен появиться. Какие-то дебильные часы. Простите меня, друзья. Но я вообще смутно понимаю сейчас, что происходит. Сейчас, погодите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну да, потом рандомайзер. Почему тогда еще сюда шло? Короче, надо перечитать чинжлог. Потому что я что-то вообще нихрена сейчас не понимаю. Ну, в смысле, что таймер вот сюда у нас куда-то заходил. Это мы выполнили. У нас под водой что-то не хочет рисовать. Тут рисует. А, это просто видно не было. Или это по скале. Ладно. Забейте. Бред. Я уже такой бред начинаю нести. Первая игра только на сегодня, и я уже несу бред. Это что-то новенькое. Так, ну, на графиках все у раксов не так уж и плохо. Доги сейчас очень сильно ошибаются. Они нереально косячат. Я не знаю, что у них там случилось, и кто на кого поставил. Но не заходить с такой тотальной доминацией на 23-й минуте. Вот, 24-й минута это была у нас. 7500 преимущества. И мы помним, какие тогда были артефакты. Это, в принципе, ну, глупая затея. Целиком, полностью. Не знаю. Быть неуверенным в том, что тебе не хватает конкретно вот этого хикса у Фаты. Или, там, БКБ у Лун... У Патмы. Учитывая то, что драки заканчивались еще. В принципе... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И какая нелепая смерть только что настигла Солыча. Вот так вот под Момом поймал стрелу, поймал ульту аппарата и... Домой. Скоро уже появляется Рошан Ну, видимо, этого Рошана и дожидаились Доги все эти минуты Но я не думаю, что был смысл Ждать этого Рошана так долго Так, птицу одну посадили, вторую посадили Значит, у них еще 30 секунд будет кулдауна Рошан появится вот прямо сейчас Пошла у нас ульта Кентавра А, там поймали БЗЗ Но тут все походу На инвокера уже нету Луна тоже у нас находится в таверне Знают, что Рошан живой Доги Потому что Рубик там по нему пробегал В свое время И заберут Рошину Без проблем вообще должны они это делать Бэбэк у инвокера есть, но смысл его делать Не знаю, мне кажется, нет вообще никакого На линку сбили Побили птиц Птиц одну потерял визаж Вторая еще Живо, живо Живо, живо Ну ладно Ну все, минус Рошан Папме достается Аэгис Два ауэра Не то чтобы слотов нету Вместо ботла можно было совершенно спокойно Захаботить себе Аэгис И отступают Ребята из Дог Я понимаю, что нужно, допустим, отпушить Но Сколько этим можно заниматься Пора уже, наверное, идти в наступление Я не знаю, чего они ждут Они, возможно, ждут, когда луна станет Шестислотова и всех поубивает Это реальный расклад Это действительно так Луну, по большому счету С руки там ковырять нечем Пока что нечем Там есть Патмау, который 175 урона И 170 урона 180 с руки У Два ауэра Я говорю про урон с руки Который в БКБ Работает Аркан, орб Не работает Как мы все прекрасно понимаем В Блэк Кинг Баре Или по Блэк Кинг Бару У Солочи, конечно, 1300 хп Это не так много Сейчас мы видим Поймали Мизери Мизери наказали Поймали также МССа МССа, скорее всего, сейчас тоже накажут Ульта Солыча Ну, такое Делали два минуса Размена одного визажа Любой размен Даже равный В плане героев Количество героев Он сейчас идет в плюс Роксам В нереальный плюс идет Роксам Потому что они Очень сильно Отстают Мы видим, что опять Начинают очень много фармить доги По опыту они опять Далеко вперед выбрались Но Роксам нужен Вот тот самый лучик надежды И те Заветные там парочка Айтемов Например, Хекс Какого-то у Инвокера Которому он успешно сейчас идет С которым хоть Действительно какие-то уже Появятся Планы На игру Ну и Соло Соло 1400 хп Действительно немного Урона также немного Появится когда-то там Баттерфляй Возможно скоро Возможно и не очень Все будет зависеть от того Как сейчас будут доги действовать Ну, мы видим Они наконец Начинают Переходить наступление Небольшое Ну, наступление такое Вяленькое Видим Поджимают топ Поджали мидл Сейчас низ запушится Фата скажет Пацаны Я пойду пофармлю немного низ Типа надо Не, просто шутки Шутками Если Дваурора Поймают И убьют Либо за лассо Либо за Время действия Хекса То очень Большого количества Урона Не досчитаются По итогу В драке Доги Потому что Дваурор У них действительно Мощный Ну и неужели Неужели Они идут в атаку Я не верю Просто своим глазам Неужели это Действительность Или это все таки Суровая реальность Фармящий Ну пока она ладно Она не фармящая Она подпушивающая Апатма Которая тоже Выходит в бутерфляй Так Как там дела У бутрайдера У бутрайдера Все нормально Ёл Безаганима И аганима У него не будет В этой игре Судя по всему Просто игра Может закончиться Быстрее чем он себе Докупит последний артефакт 900 золота еще нужно Пайкат неплохо так просел Но у него есть аегис Мы это все прекрасно помним Пошел метеор Отпушивающий Ну и все По сути Вот вот Рисковый товарищ соло Нажал мом Сейчас мог и получить Атма уходит Вышку заданали Ну вышку потеряли Окей А дальше можно потерять Половину стороны Нельзя это забывать Ни в коем случае Стоят у два форгида На защите Но этого естественно мало Так 573 По форгиду Выдает Дваурер МСС МСС Кстати Он врывался с дайгера Не долетел ни до кого Пошли не кратч Вот это все Все очень Очень Глупо выглядит Как по мне Да Получает по лицу Пайкат Ну глупо Почему глупо Потому что Вместо одного нормального Массивного Удара Как-то Отбивается С бурем пополам Ребята из Рокс Появился уже Хексу инвокера Возможно Сейчас что-то изменится Возможно и нет Для того чтобы Что-то изменилось Нужно Во-первых Сейчас попытаться Вот этого халявчика Пайката Забрать Сбить ему Айгис А во-вторых За время Хекса Не дать Прожать Фате БКБ И за время Хекса Убить Фату Если получится Это сделать То это Изикатка Ну вот Нашел БКБ у Фаты Очень вовремя Кстати Кентавр Не допрыгивает Сбивает Дайгер Кентавру Это минус Пайкат Хорошо Фата нарезает БКБ Очень больно БЗЗ У БЗЗ уже Хекса нет У БЗЗ прячется Пайкат там уже на год лайке МСС погибает Солыч тоже сейчас отъедет Это уже минус 3 Минус 4 Байбэк от Соло Байбэк от Бэтрайдера Пошел Санстрайк Неточный Санстрайк Но это минус сторона У команды Рокскиз Там бласты Бочки И все это Пока что Бесполезно Если сейчас Соло Запиши пропало В сторону потеряли Уже Потеряли И продолжают драться Мизери Подошел Угу Так пошел там Кулдснэп Немножечко по Мизери Поднастреляли И Хекс по Сидому Минус Бэтрайдер Да Нет Нет Бэтрайдер жив Бэтрайдер пока еще жив Окей Там Кентавр у нас по прежнему тусуется в таверне Слышу там кто-то поражал БКБ Это поражал БКБ Пайкат и Соло Минус Минус Соло Тут уже действительно Хоули шит И Ничего уже не светит команде Рокс Трипл килл От Пайката И это Good Game Well Played 1-0 Ведет команда Док С чем мы их собственно пока поздравляем Но радоваться им еще рано Им нужно выиграть еще одну карту Так как это у нас Бест оф 3 серия Я еще раз напоминаю Для тех кто возможно только подключился Давайте мы с вами Уйдем на небольшую рекламно-музыкальную паузу После которой вернемся на Вторую карту Док против Рокс Кис Напоминаю что это The Summit Это Сетка Виннеров Полуфинала Виннеров Во втором полуфинале у нас Пайра и Фнатики Но это у нас будет потом Когда-то Пока что Далеко не разбегайтесь Немного рекламки Музычки И все такое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!